Дождались. Пенсии стали больше. Надбавки колеблются от 70 до 2000 гривен. Причем ощутимые суммы добавили тем, кому изначально при выходе на пенсию начислили среднюю или высокую выплату. А у обладателей минималки в рамках новой формулы пенсия выросла символически. Если человек действительно получал заработную плату в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране, естественно, у него и ощутимое повышение. Если это была заработная плата до боли скромная, то, естественно, у него и отчисления в пенсионный фонд в свое время были скромные, и, естественно, и повышение маленькое, и пенсия у него маленькая. Но даже повышенные выплаты не покрывают инфляцию и новые цены на продукты. Поэтому часть одесситов особых надежд по поводу новых пенсий не питают. Например, стоимость курятины за последние месяцы выросла на 30%. Но далеко не всем пенсию повысили на треть. Здесь раньше, хоть формально, государство пыталось ограничивать рост цен, ограничивать доходы богатых, которые продают бедные продукты. Сейчас даже официально нельзя спросить у того, кто контролирует рынок мяса, почему выросла цена. Цена выросла, если, например, рассматривать курятину, то я думаю, что за два последних месяца процентов на 30 выросла цена. Когда дают мало, так что сказать, что стало лучше, нельзя. Сейчас его цены повысятся, ничего не будет хорошего. Я хорошего ничего не жду. Повышение пенсии со стороны выглядит как простая переиндексация. Она проводилась еще в 2012 году. Поэтому эксперты говорят, что повышение пенсии – это вовсе не реформа, а выполнение требований закона. В перспективе дефицит пенсионного бюджета будет постоянно сокращаться за счет повышения минимального стажа. Это просто способ сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Поэтому, когда вы говорите, что увеличится дефицит, да, он увеличится в ноябре, декабре, но с января он будет снижаться, поэтому правительство в 2018 году запланировало снижение дефицита пенсионного фонда на 7 миллиардов гривен. За счет чего? За счет того, что де-факто правительство приняло, ну, Верховная Рада, президент подписал закон, по которому де-факто поднимается пенсионный возраст. То есть теперь не все мужчины в 60 лет смогут выйти на пенсию, потому что сейчас требуется минимальный страховой стаж, не менее 25 лет. И с каждым годом минимальный страховой стаж будет расти, и до 2028 года планируется, что нужно будет иметь 35 лет минимального страхового стажа. Каждые 12 месяцев требования к минимальному стажу будет расти на один год. Например, к 2028 году для получения пенсии необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. За счет требования большего стажа пенсии со временем будут получать все меньше и меньше человек. С 1 января 2018 года необходимый стаж выхода на пенсию 25 лет. И на каждый год он будет увеличиваться на год каждый год. В Приморском районе пенсии пересчитали 48 тысячам одесситов. В среднем выплата выросла на 707 гривен. Валерий Колыванов раньше получал 2000. Высокую пенсию ему обеспечила работа в порту и более 40 лет стажа. Теперь пенсия Валерия Васильевича 4000 гривен. Приятно, конечно, но когда я вышел на пенсию, получил эти 2000, я тогда в те времена, 96-90, ой, я летал. Совсем другие цены были на все, на остальное, на продукты и все. Тогда это была сумма. А она обесценилась до такой степени, что теперь еще две добавили, это тоже так сказать. Противоположная ситуация сложилась у Лидии Кашевой. Женщина проработала в управлении полиции на пульте сигнализации 27 лет. В рамках пенсионной реформы ей добавили 71 гривну. Муж у меня умер в 2000 году и просто какой-то кошмар. А особенно вот в этом году не можешь ни мяса купить, ни колбасы, ни рыбу, что раньше я очень рыбная, и можно было купить это. Сейчас это такое, просто подходишь, посмотришь и выходишь. Не фрукты такой вот, все такое по минимуму, что вообще ужас дикий. Я про одежду вообще молчу, у нас 100 летней давности эти одежды. Новая пенсия Майи Васильевны – 1700 гривен. Это на 120 больше, чем раньше. Женщина утверждает, этих средств хватит лишь на оплату коммунальных услуг. Питается, как правило, уцененными товарами. Мясо, рыба и фрукты – для нее недоступная роскошь. Забрали больше, коммунальные подняли. Газ, свет, а какое же больше? Нет, мясо. Куры я беру, курицу, там поджарю или сварю ее, а мясо я не беру. Мясо очень дорого. Зато украинскому пенсионеру доступен картофель. Я беру по 7-8 рублей картошку, а в магазине до 5 рублей. Украинцы, которые получили пенсию до 4 октября по-старому, надбавку получат уже в ноябре. Осовременивание, осучастнение. То есть, будем говорить, точка отчета, вот 2017 год. И получается, чем раньше человек назначил пенсию, вот от 2017 года, будем говорить, что инфляция его пенсию более съела. И поэтому к его индивидуальному коэффициенту по заработной плате применялась средняя заработная плата для выхода на пенсию в этом году, которая применяется. Это 3,764,40 копеек. То есть, будем говорить, как будто вся наша армия пенсионеров вышла на пенсию в этом году. Вот все стали равны. То есть, нет больше этой разницы между тем, что человек вышел раньше на пенсию, и в связи с этим у него пенсия меньше. То есть, она обесценивается с каждым годом. То есть, это убрали диспропорцию. Повышение выплат нашим пенсионерам действительно пришлось как никогда вовремя. Но было бы логично, чтобы пенсия поспевала за уровнем жизни и учитывала процесс инфляции. Пока что украинские политики этого обеспечить не могут. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал Репортер.